Всем привет! С вами сегодня я, Анна Глазунова, и вы смотрите Универ Ньюс. В эфире вы увидите. Об итогах выборов 2019 расскажем в выпуске. Делегация нефтехимической корпорации Синопек посетила Казанский федеральный университет. В университетской клинике Казанского федерального университета делают прививки от гриппа. 8 сентября в России прошел единый день голосования. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров избирался от Апастовского избирательного округа. На выборах он набрал 92,6% голосов. Подробнее расскажем в сюжете. 8 сентября в России прошел единый день голосования. В Татарстане жители выбирали Государственный совет Республики 6-го созыва. В ряде округов прошли до выборов в представительные органы муниципалитетов. Избирательные участки в Татарстане открылись в 7 утра, а завершилось голосование в 20.00. В Татарстане было создано 2811 участковых избирательных комиссий, в том числе участки в местах временного пребывания избирателей. В больницах, санаториях, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту явка по Республике Татарстан составила 70,15%. Ректор КФУ Ильшат Гафуров избирался от Апастовского избирательного округа. На выборах он набрал 92,6% голосов. Общая явка из жителей округа составила 95%. Мало кто сомневался в избирании Ильшата Гафурова, поскольку это уже не первый выбор в этом округе. И ректоры КФУ достаточно хорошо знают в регионе. К тому же Ильшат Гафуров часто гость в своем избирательном округе. Важно и то, что с районами ведется большая и активная работа. Помимо регламентного повышения квалификации, учителя Апастовского района имеют возможность получать поддержку от КФУ. В частности, для учителей иностранных языков организованы специализированные курсы. В августе Ильшатом Гафуровым было подписано соглашение, которое будет предусматривать оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям района с использованием возможностей университетской клиники, так и повышение квалификации врачей. В Казанский федеральный университет прибыла делегация нефтехимической корпорации «Синапэк Корп». В рамках визита обсуждалось дальнейшее сотрудничество между компанией «Синапэк» и КФУ. Обо всех подробностях смотрите в нашем сюжете. Казанский федеральный университет посетила делегации нефтехимической корпорации «Синапэк Корп». Эта компания достигла серьезных достижений в переработке и разработке нефтяных залежей. Они входят в топ мировых компаний. Главной целью ее визита стало ознакомление с разработками ученых Казанского университета в сфере добычи тяжелых нефтей и поиска месторождений. Наша компания в технологическом плане столкнулась с некоторыми трудностями. И мы, зная о том, что Казанский университет обладает огромным достижением и опытом, хотели бы позаимствовать их технологии и сотрудничать вместе с целью решения этих проблем. Проблемы компании «Синапэк» связаны с сырой и тяжелой нефтью. Китайские гости хотели бы улучшить ее качество, поэтому делегация надеется на совместные проекты исследования СКФУ. На базе лаборатории планируется исследование образцов китайской нефти. Эти исследования уже начаты, уже есть предварительные положительные результаты. Мы сегодня как раз в рамках визита покажем эти результаты. И дальше уже по результатам лабораторных исследований будет принято решение, насколько экономически и технологически выгодно применять эти технологии на китайской нефтенной компании. В рамках визита с представителями делегации встречу провел заместитель директора по маркетингу Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ Ильдус Чукмаров. Сейчас мы хотим расширить наше сотрудничество и предложить 10 программ повышения квалификации для руководителей специалистов китайской компании. Мы хотим предложить вместе с Синопек делать курсы повышения квалификации и стажировки для представителей российских нефтяных газодобывающих предприятий. Планируется также новый проект между КФУ и компанией Синопек. Отбирать в Китае китайских студентов, завершивших бакалавриат или магистратуру по изучению русского языка, приглашать их сюда, где они на русском языке будут проходить переподготовку уже в области нефтегазового дела. Напомним, что делегация Синопек прибыла в КФУ уже с 7 сентября и пробудет здесь до 10 сентября. В рамках визита китайской делегации посетила также лаборатория Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Уже сентябрь, а это значит, что самое время подумать о своем здоровье. В конце октября начинается эпидемиологический сезон по заболеваемости гриппом. Необходимо вакцинироваться до начала этого периода. В университетской клинике Казанского федерального университета уже прививают от гриппа. Подробности расскажем в сюжете. В университетской клинике Казанского федерального университета началась вакцинация против вируса гриппа. Вакцина СОВИГРИП поступила 3 сентября. В нашу организацию пришло 20 500 вакцин СОВИГРИПа. Мы должны привить 45% от нашего прикрепленного населения. И из этого прикрепленного населения, которое должно провакцинироваться, мы еще особо выделяем группу риска. Эти люди составляют 75%. В группу риска входят пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями. Основной мерой профилактики от заболеваний гриппа является вакцина. Необходимо вакцинироваться до начала эпидемиологического периода. Этот период начинается в конце октября. После того, как человек вакцинировался, у него начинает вырабатываться иммунитет. Это занимает от 7 до 14 дней. То есть в этот период времени ему нужно ограничить контакт с людьми, которые болеют. То есть не посещать общественные места. Вот вирус гриппа, он достаточно быстро разносится по контингентам, по людям. Поэтому единственной надежной мерой профилактики от гриппа является вакцинация. Привиться могут люди старше 18 лет. Сделать это можно в поликлинике. Для этого необходимо будет взять направление у терапевта и пройти доврачебный осмотр. После прививки пациенту выдается справка о том, что он уже провакцинирован от гриппа. Здравствуйте. От университетской клиники также работает мобильный пункт, где каждый желающий сможет сделать себе прививку от гриппа. Перед тем, как вакцинироваться, врачи проверяют давление, меряют температуры, смотрят горло для того, чтобы пациент был полностью здоров. И только после этого начинается процедура вакцинации. Человек становится невосприимчивым к заболеванию гриппа не сразу после прививки. На выработку иммунитета потребуется некоторое время. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 9 сентября 2019 года в общежитиях Казанского федерального университета началось заселение нагородних студентов. Подробности расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете начался процесс заселения иногородних студентов. В очноформа обучения в общежитии студенческого городка и в жилые корпуса деревни универсиады. На самом деле все очень круто. И учеба тоже интересная. Университет классный. Очень много людей интересных. Преподаватели хорошие. Отдают полезную информацию. Заселение иногородних студентов первого курса в деревне универсиады будет проходить с 9 по 15 сентября 2019 года, согласно утвержденному графику. Алия Загрудинова из Нижнекамска поступила на первый курс Института международных отношений Казанского федерального университета и поделилась с нами своими впечатлениями о студенческих общежитиях. На что мы рассчитывали, в принципе, то и было. Комнаты в достаточно хорошем состоянии. Все новое, вся мебель новая, комфортабельная. Я считаю, что комнаты будут удобны для нас. В целом территория тоже достаточно облагорожена. Все очень красиво. Имеет большие масштабы. Очень будет удобно передвигаться и удобно, что охраняемая зона. Меня все устраивает, в принципе, как и университет, так и общежитие. Студенты в деревне универсиады проживают в комнатах, рассчитанных на 3-4 человека. Для них созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюз. В фойе главного здания Казанского федерального университета состоялась встреча с чемпионом России в составе клуба «Акбар» с Алмазом Гарифулиным. О подробностях встречи расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет На лицевой стороне кубка изображения Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой – изображение хоккеиста. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд победителей. Диана Фатыхова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски «Универньюз». Следите за нами в социальных сетях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok